Здравствуйте! В Пермском крае выявлено два случая завышения цен на лекарства. ФАС России вынесло предписание ООО «Рион» и назначило штраф ИП Муратова. Всего по итогам оптичных проверок антимонопольный орган возбудил 14 дел по факту завышения цен на лекарства. Помимо Пермского края, два нарушителя было обнаружено на территории Карачаева-Черкесии, 10 – в Чеченской республике. Между тем, цены на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, выросли почти на 20%, а в дешевом сегменте – на 30%. Такие цифры назвала накануне глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью каналу НТВ. Самым продаваемым иностранным автомобилем по итогам прошлого месяца, который расподряд стал «Хенде Солярис» – 8 990 реализованных экземпляров. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. На этом фоне становится понятным желание дилеров закрепиться на этих позициях и расширить сегмент популярной марки на авторынке. 14 мая открылся новый салон «Хенде» на герой в Хасану 105.3. Удобство места расположения дилерского центра «Хенде» компании «Уралавтоимпорт» позволяет рассчитывать на популярность нового салона. Для нас это действительно очень знаменательный день. Мы открываем дилерский центр в новых стандартах, совершенно в новых стандартах дилерских центров «Хенде». Мы официальный дилер из 2001 года. В последнее время бренд «Хенде» показывает стабильный рост своих продаж и является лидером на рынке по продажам автомобилей и импортного производства. Поэтому стратегически для нас было важно открыть еще одну точку, которая будет доступна для наших клиентов. И клиент уже будет сам делать выбор, где ему будет удобно приобрести автомобиль и также пройти обслуживание. Новый автоцентр должен стать зоной комфорта для каждого клиента как при покупке нового авто, так и при посещении сервисного центра. Быстрое и качественное обслуживание – приоритеты, которые будут определять работу нового автоцентра «Хенде» компании «Уралавтоимпорт». Открытие новой точки, нового дилерского центра «Хенде» говорит о стабильности компании, которая уже 21 год работает на этом рынке. В рамках открытия нового салона прошла презентация роскошного седана премиум-класса «Хенде» «Дженезис». «Дженезис» – это новый флагман линейки «Хенде». В честь открытия нового салона «Хенде» на героев Хасана «Уралавтоимпорт» объявил особые условия для тех, кто до 25 мая совершит покупку автомобиля популярной марки. К примеру, на «Солярис» можно получить до 140 тысяч выгоды. Какую бы модель «Хенде» вы не выбрали, можете быть уверены в ее качестве. Доказательством тому – пятилетняя гарантия на всю линейку авто. Западно-Уральский банк Сбербанка России подключил к электронному документу оборота ОАО «Перимэнергосбыт». Теперь крупнейшая энергосбытовая компания «Прикамья» может направлять счета фактуры за электроэнергию контрагентам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в электронном виде. До внедрения сервиса «Еинвосинг» срок доставки документов до клиента составлял от 3 до 10 дней. После подключения достаточно загрузить или создать в системе Сбербанк Бизнес Онлайн электронный вариант документа, поставить электронную подпись и отправить адресату. Послание придет мгновенно. В дальнейшем вся документация хранится в защищенном электронном виде, весь архив систематизирован и доступен. В этом сезоне прямых рейсов «Перим-Ереван» не будет авиакомпании «Ир-Аэро», которая планировала осуществлять этот перелет, отказалась от него. Также Росавиация согласовала для «Ир-Аэро» отзыв допуска по маршруту «Перим-Баку». Об этом пишет новый компаньон. В «Баку» из «Перми» прямым рейсом в этом сезоне можно будет вылететь авиакомпанией «Азал». Самолеты летают раз в неделю из «Перми» по вторникам, с июня по пятницам. Курсы валют на 19 мая. Доллар 49 рублей 21 копейка. Евро 56 рублей 10 копеек. На этом у меня все. И удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова